Привет ребята, вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман и сегодня по вашим просьбам я буду лепить Родана из фильма Годзилла Король Монстров. Лепить фигурку я буду из скульптурного твердого пластилина вот такого терракотового цвета. Для того чтобы размягчить пластилин я его разогреваю при помощи вот такого фена. Также можно использовать и любой фен для волос. Как обычно я сразу подготовлю все основные элементы фигурки, а для каркаса буду использовать алюминиевую проволоку диаметром полтора миллиметра. Кстати ребята, если вам интересна эта тема и вы хотите чтобы я слепил еще и Мотру из этого фильма, то ставьте лайк и пишите комментарии. Родан или Родон монстр из японских Кадзю фильмов. Один из самых известных врагов Годзиллы. Имя Родон носят в японской версии. В локализациях был переименован, чтобы не путали с инертным газом Родоном. Изначально Родан не имел к Годзилле никакого отношения, но уже начиная со второго фильма оба монстра всегда появлялись вместе. Родан один из немногих Кадзю, который присутствует во всех трех эрах японской франшизы. Внешность Кадзю хоть и незначительна, но все же менялась от фильма к фильму. На голове у Родана присутствуют крупные выросты, выполняющие роль руля во время полета. Причем количество их менялось от двух до трех в зависимости от фильма. Клюв усеян зубами, размер и количество которых тоже было непостоянным. Также различался и размах его крыльев от 120 метров в период Сева до 265 метров в Мостер Верст. Есть несколько версий происхождения Родана. В старых фильмах Родан вырос до таких невероятных размеров из-за радиации. В периоде Сева это произошло из-за того, что все птеранодоны жили глубоко под землей, вследствие чего они подвергались воздействию радиации земного ядра. В период Хисей мутация у существа произошла из-за того, что одна крупная компания стала использовать его родной остров как свалку ядерных отходов. В Мостер Верст Родан – древняя форма жизни, жившая в период, когда планета была в десятки раз радиоактивнее, чем сейчас. Родан был обнаружен в наши дни в спячке внутри вулкана на одном из островов. Почти во всех фильмах Родан является крайне опасным существом, который пойдет на все, чтобы защитить своих сородичей и друзей. У Родана крайне прочная шкура и повышенная живучесть. Он может на равных сражаться с Годиллой в ближнем бою и даже спокойно выдерживать попадание атомного дыхания, но лишь при условии, что на его теле не будет уязвимых от ранения зон. Родан способен развивать скорость, которая обгоняет любую человеческую авиацию. Своими крыльями он может генерировать мощные звуковые волны, способные обращать крупные города в руины. Своим клювом Родан может без труда разбивать скалы и ранить других Кадзю. Подвергнувшись радиации, в частности, исходящей от Годзиллы, Родан смог обзавестись похожим на атомное дыхание способностью, которая называется урановый тепловой луч. Также Родан очень силен физически и может поднимать в воздух существ, масса и тело которых в несколько раз больше его собственной. Вот такая, ребята, информация про этого монстра, но я продолжаю лепку. Сначала на каркасе я слепил нижнюю часть фигурки и установил ее на подставку. Далее буду лепить крылья. Крылья у Родана очень большие, поэтому размягчаю пластилин частями. Думаю, что двух частей будет достаточно. Соединяю их между собой. Придам крыльям нужную форму. И теперь уже можно прилепить заполнение самого крыла. Лишний пластилин подрезаю при помощи скальпеля. Таким же способом делаем и второе крыло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добавлю еще немного пластилина на хвост, чтобы сделать его больше. Далее при помощи добавления пластилина буду выравнивать соединение туловища и крыльев. Добавлю еще немного пластилина на хвост. Далее буду лепить текстуру кожи и другие, более мелкие элементы туловища и крыльев. Добавлю еще немного пластилина на хвост. Субтитры сделал DimaTorzok 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 На спине Родена есть несколько острых шипов Для лепки лап на крыльях я буду использовать тонкую проволоку Теперь я покажу как можно слепить голову ДимаTorzok ДимаTorzok Проволоку Проволока здесь немного длинная Я ее подрезаю и соединяю голову с туловищем Итак, ребята, вот такая фигурка Родена у меня получилась Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал, также можете подписаться, если не хотите пропустить новые видео, или вступить в нашу группу ВКонтакте или Инстаграм, все активные ссылки есть в описании